Президент предложил закрепить в Конституции изменения по 10 пунктам. Перечислим их. Приоритет Конституции Российской Федерации над международным правом на территорию страны. Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост. Теперь для того, чтобы претендовать на президентский пост, кандидат должен проживать в стране в течение не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство также распространится и на представителей власти. Такие запреты предполагается распространить на глав регионов, депутатов Госдумы, министров, судей и ряд других должностных лиц. Изменение статуса и полномочий Госсовета и усиление позиций губернаторов. Президент предложил повысить роль губернаторов в процессе принятия значимых для федерального уровня власти решений. Изменение роли парламента. Теперь кандидатура премьеры должна пройти утверждение Госдумой, а президент не вправе отклонить одобренного кандидата. Тем не менее, за главой государства сохранится право на отстранение главы правительства или иных министров при утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных функций. За президентом также будет сохранено право руководства вооруженными силами и силовыми структурами. Изменения коснутся и назначения руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов. В Конституции Российской Федерации закрепят социальные гарантии. Усилится роль Конституционного суда. Закрепятся принципы единой системы власти. Для того, чтобы информировать людей о грядущем дне голосования, в регионах создан проект «Волонтеры Конституции». Сейчас мы понимаем, что у нас заинтересованность есть большая, и там будет в том числе конкурсный отбор. То есть не в каждый желающий еще сможет попасть, поэтому мы будем проводить собеседование с ними, со всеми личными. Исходя из потребностей, сколько у нас будет, мы постараемся задействовать по максимуму ребят, потому что все, кто проявил интерес, мы постараемся найти им различную работу, у которой им будет интересно попробовать свои силы в этой деятельности. Но так, в целом, я думаю, что около тысячи человек у нас будет. Прием заявок на проект открыт 21 февраля и продлится до 16 марта. Но уже сейчас желающих столько, что гарантированно будет конкурсный отбор кандидатов. Единственное и главное требование сейчас, которое соблюдается на загадательном уровне для этого мероприятия, это старше 18 лет лица у нас могут, но верхняя граница неограничена. Мы говорим про то, что у нас развивается серебряное добровольство, у нас уже тоже есть заявки от серебряных добровольцев, от тех, кому достаточно взрослые люди, скажем таки, с опытом жизненным. Участвовать может абсолютно любой, потому что ребята пройдут обучение. То есть здесь не требуются специальные знания в области юриспруденции или чего-то. Еще хорошо, если они есть, но если ничего, и пока что человек учится на другой специальности, например, получает другое образование, ничего страшного, ему тоже информацию донесут. В Рязани будет 25 точек, на которых до самого дня голосования волонтеры Конституции будут информировать граждан о том, что же за поправки предлагается внести в главный закон страны. Еще пять точек в районах. Подать заявку может каждый совершеннолетний доброволец. По всем вопросам можно обращаться по номеру 77 17 18. Напомним, действующая Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году на референдуме. В нем приняли участие свыше 58 миллионов россиян. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».